То Бог ель, и яко Бог наш. Звучит песня. Звучит песня. Божественную литургию в цей день служив митрополит Миколаевский и Очаковский, високопреосвященнейший Петерим. Звучит песня. 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 Было указано одного человека, старого жителя по имени Иуда, который знал, где приблизительно может находиться крест Господень. Было найдено три креста. И для того, чтобы узнать, на каком был распят Господь наш Иисус Христос, все кресты прилаживались к больному и мертвому человеку. И когда был возложен крест Господень на больного и на мертвого, больной выздоровел, а мертвый воскрес. Это праздник, действительно, он строит постный день, потому что, подходя к кресту, каждый человек задается такой мыслью, как он проводит свою жизнь, как он почитает крест Господень и те страдания Господа, которые Господь принес за каждого человека. Крест имеет большое значение в жизни православного христианина. Крест сопровождает человека на протяжении всей его жизни. Когда ребенок рождается, его приносят в храм для того, чтобы покрестить. Ему одевает священник на тельный крестик. То ли венчаются, женятся молодожены, тоже крестом осеняет их, благословляя. К примеру, даже родители, когда отправляют своих детей в какую-то дорогу, тоже крестят и благословляют своих детей. Освящается вода крестом. И также, в конце концов, когда человек уже умирает, ему тоже на гроб ставят крест. Поэтому крест имеет очень большое значение в жизни христианина. Отец, мы знаем, что на территории колонии, которая располагается в Ольшанском Николаевской области, строится крестовоздвиженская церковь. Владыка Петерин благословил строительство этой церкви. Вот потихонечку, как говорится, по кирпичику, по досточке растут стены креста воздвиженской церкви. Будьте добры, почему именно церковь в честь воздвижения животворящего и честного креста Господнего строится в колонии? Действительно, по территории всей Украины есть много храмов злиженских. К примеру, в Киевпечерской лавре есть крестовождвиженский храм, очень старый, древний храм. Поэтому в честь этого праздника возводятся храмы по территории всей епархии нашей церкви. У нас в епархии, также по благослови нашей владыки, существует епархиальный отдел по духовной опеке пенитенциарной системы, тюремной системы. Действительно, было принято решение на территории Украинской исправительной колонии, номер 53, построить храм. В 2010 году потихоньку с Божьей помощью, с помощью администрации и с помощью самих осужденных, потому что основные работы строительные, все проводят осужденные, строятся потихоньку в храм с Божьей помощью. Поэтому в таких местах тоже нужен храм, потому что тоже люди желают помолиться Богу в настоящем храме. И священник, вот я, например, прихожу в колонию, постоянно служатся там молебны, службы, освящение пасок, воды, освящается помещение, корпуса. Вот это все делается для того, чтобы духовно беспокоиться за осужденных, проявлять такое милосердие к людям, которые наступились в жизни. Очень важно, чтобы у человека состоялась главная встреча с Богом. Это самая главная встреча в жизни. И неисповедимыми путями Бог ведет людей по жизни для того, чтобы они встретились с Ним. Может быть, церковь на территории колонии в Альшамском, она тоже будет способствовать встрече с Богом и очищению душ и сердец. Действительно, очень важная задача духовно опекать осужденных. И самое главное, также беспокоиться о том, чтобы когда эти люди выйдут из тюрьмы, чтобы они нашли свое место в обществе, нашли свое место в жизни. Поэтому и задача священника максимально стараться дать человеку духовность. Потому что, когда человек будет духовный, он будет рассуждать, уже исходя, как говорится, с той колокольни духовной, что он уже будет рассуждать, где грех, можно ли это делать. Потому что, как говорится, и перед Богом, чтобы не согрешить, и перед людьми, чтобы не было стыдно. Поэтому очень важная задача священника, пастора, когда он приходит в зону, чтобы и там тоже проявлять милосердие и учить заповедям Божьим, учить жизни духовной. Силою честного и житворящего Христа Господнего, аградина с Господи, и віду всякого лиха. Слава Богу за все! Слава Богу за все!